Всем привет! Доброе утро! Традиционно начинаю с завтрака, показываю, что у меня здесь. Мы покупали хлеб в Ашане, когда были он такой красивый, воздушный, пушистый. Я его чуть-чуть поджарила на сковерде-гриле и сделала два тоста. Один с сарайксовым маслом, который остался из банана, другой с сыром, руколой и яйцом пашот. Какое-то кривенькое получилось, но всё равно будет вкусно. Чай вот новый купили. Лёша говорит, очень вкусный, он очень классно пахнет. Сейчас он его... Ага, не покажу, он выбросил упаковку. Блин. Там Deluxe, по-моему, марка из ТБ, которая с молочным ароматом. Я вообще не люблю улун, например, вот он мне не нравится. Этот, видно, больше какой-то химозный или просто ароматизатор приятный. И здесь листики, которые очень раскрываются, поэтому я с самого утра сказала, два-три листика и хватит. Потому что я пришла, смотрю, у него в чашке одна трава, переборщил чуток. Да, Маняшка, переборщил чуток. Всё, ты страдалец. Всё, сегодня уже нет комендантского часа, что-то там губает у нас. Вот, ну, тревоги были. Я уже вообще, ребята, я уже капец как не обращаю на это внимания. Это, ну, понятно, что это неправильно, но я уже всё просто. Живу себе вот это своей жизнью. Я даже новости вообще практически не читаю. Сейчас там от Лёши что-то узнаю, если что-то такое прям глобальное, масштабное. Мне тоже один уникальный человек написал в Инстаграм, прислал новость, причём такую сокращённую, что, типа, Запорожье, выезд запрещён. Это что, второй Мариуполь? Ну, вообще капец. Надо сначала разобраться до конца в новостях, прежде чем такое спрашивать. Ну, и писать второй Мариуполь, ну, пипец тоже. Мон, нельзя. Давай назад. Вот у тебя прикол по столам лази, я тебе не разреш... Ля. Тебе не разрешаю, особенно когда я ем. Всё. Зайду к маме в гости. Мы вообще хотели с ней прогуляться сначала, а потом так получилось, что Кринус вроде к ней пришли, и она побежала домой после стоматолога. Что я сегодня была у стоматолога. Очень лифт страшно считается. Я тут отсмотрю. Фу, божечки, мне сейчас... Фух, как страшно. Остановись ты уже, господи. Очень жуткий лифт. Лучше мой уже. Что может покрасить? Я так борща хотела, а свежий борщ сварила. Ну, нельзя. То, что может покрасить пломбу. И зубы. И зубы. Мам, мы сегодня вам поставим. Вот сюда? Нет, сальца работает. Давай мы вот это туда. Вот только рукой. Я не просила бы кусочек сальца. Каня, сальца. И вот только папа любит. Я стала именем. Я сама за кусок сал. Перестань. Маловатый. Такие вареньки. Так что тебе в итоге сделали там запломбировала. Мне запломбировала. Мне расковыряла второй зуб, но нервы с него не убрала. Реалом, который был. Все там это самое. Ну, долго сегодня. И что еще? И запломбировала эти оба зубы. Наслифовала, запломбировала. И на пятницу записалась. Тут впереди тоже надо пломбу поменять. И тут у меня болит. Ничего, дырки нет. Оно между зубами, как щели. Туда попадает нельзя. Я не могу есть. Мама ходит в клинику. Ты что, снимаешь видео? Да, я бабушку снимаю. Кушать. А зачем? Не знаю, Родич. Потому что я постоянно снимаю видео. Я так работаю. Я же тебе рассказывала. Это моя работа. Снимаю видео и зарабатываю денежку. А дедушку могу потануку. Что ты потанука? Братану. Спасибо тебе, Родюшка. Радюшка, ты что? А фиалка, я клею. Это который с подъезда? Смотрите, мама спасла фиалочки с подъезда. Как раз цвели. У меня, кстати, была фиалка. Одна, единственная. И она у меня не цвела. Вообще. Я не понимаю, почему. У Карины тоже фиалки цветут. У меня нет. У меня галаксия. У меня нормально фиалка. Круглый год цветет. Это как-то от чего это зависит? У меня тоже цвели круглый год. А потом, Владимир, у тебя с момента, она и старая стала. Это лимончик, вот эти маленькие, мама. Это лимон? Да. Боже, какие они маленькие. Это же цветет, а потом эти лимончики начинают расти. И отпадают. А потом начинают почему-то засыхать. Он уже не первый раз лимоны выпускал. Ну, вот эта ветка новая совершенно. Новая? Вот эта ветка, да. Вот это вот, вот так вот. Вот так это точно выросло. Да, листики видно, что новенькие. Вот, и я хочу вот эту ветку, я не знаю, можно ли нет, хочу подвязать ее, чтобы он вот так пошел. А можно так? Ну, что, ну, чтобы он не висел вот так. Ходим туда-сюда, а я уже папу оттуда убрала, пересадила ее. Ну, у кого лимон, напишите, как за лимоном ухожу, чтобы он лимон и нормальный плодил. Мама, а как ты Петро, я тебя прогнала? Петро, я тебе расскажу, как я прихожу. Петровича прогнала. Есть такой некий Владимир Петрович, которым Родика запугали. Если он плохо себя ведет, приходит Владимир Петрович, и он Родя спрашивает, да как Владимира Петровича прогнала? Просто он ложился спать и, видно, баловался. И мама пошла и сказала, что сейчас Владимир Петрович придет, вышла в тамбур, позвонила в квартиру. Типа это он. Ой, капец. Его, по-моему, Карина придумала, Владимира Петровича. Мама, а сколько ты ему яблок чистишь? Ну, два. А до этого он сколько съел? Мамочка, я Владимиру Петровичу дала по голове это полосу. То есть это пять в день уже? Нет, это не пять, это больше. Больше? Ну, я три ему почистила, а потом Карина не знает сколько. Два чистила, два, пять. Ого! А можно столько яблок есть? Нет, все ребенок. Ну, два. Может, смотря еще какие яблоки, они же есть разного сорта, сладкие, кислые. Но он еще и сладкие ест. Жесть, как они в него только влезают столько. Мне больше двух яблок, по-моему, за один съесть. Так ты же, кроме яблок, еще что-то ешь? Ну, конечно. Так он вроде кушал что-то в обед, печеньки, я видела, он ел. А, Брю, нормально он есть, ты его видела уже? Так. Я себе только что позволила. Афагата. Афагата звучит, конечно, очень круто. На самом деле, это шарик мороженого с эспрессо. Я это очень сильно люблю. Смотрите, какие красивые желтые цветочки. Прелесть. Я их даже не видела. Это не шиповник какой-нибудь, Леша? Не, у шиповника розовый цвет. Но это не выглядит точно так же, эти цветочки. Ну-ка, знатоки, напишите в комментариях. А я их сфоткаю, конечно. Вот еще, что я очень сильно люблю, это вот эти кусты. Мы их называем невесты. Я вам всегда их каждый год показываю. Еще чуть-чуть, и они все будут вот такие белые, пушистые. Это очень красивое зрелище. И оно очень как-то стремительно случилось. Я вообще... Мы идем сейчас, Леша, я смотрю на дерево одно, которое уже зацвело листьями. А на нем, кстати, недавно были котики. Я говорю, боже мой. Сейчас не успеем оглянуться, оно будет желтое. Пойдем, ты куда? Мы гуляем. Мы еще спать идем. Какой спать? 5 часов вечера. Чем заниматься? Да, я не ранен. Слушай, это не виноград растет? Ну, это виноград? А ну, похоже ли? Это клен? Да, виноград это дерево? Нет, это кустарник. А это что? Ну, что ж, арена его... Кто его разберет? Листья очень похожи. Можно долбу делать, Леша. Мне не нравится твое выражение лица. Я уже понимаю, какое там лицо было. Тяжело. Да ладно, легко. Какая красивая сирень, небо. Ребята, смотрите, какая красота вот эта растет. Что это за прелесть такая? Я их никогда тоже не видела. Или я не обращала внимания. Я очень люблю вот эти садочки у нас за домами. Я тоже всегда показываю вам их. Люди ухаживают, что-то выращивают. И тут и сирень какая-то особенная растет. И вот эти цветочки всякие. Потом будут розовые, очень красивые цветы расти. Смотрите, какая сирень. Крупная такая. Такую даже жалко ломать. Очень красиво. Ну, кто-то ж ломает. Ломают и говорят же, что полезно сирень обламывать. Она потом хорошо растет. Я купила один кабачок. Посмейтесь с меня, но он стоит, блин, 15 гривен. Мне просто захотелось оладьи из кабачка сделать. Сделаю. Ну, одного достаточно пока. Я не понимаю, кабачки такие дорогие. Жду, когда они будут дешевле. Я очень люблю кабачки, лодочки из них сделать. Можно лазаньи сделать. Даже десерты из них делают. Еще авокадо был по скидке. Взяла сейчас в шкаф положу. Меня часто спрашивают за авокадо, кстати. Какой он должен быть консистенцией. Ну, как масло, хорошее авокадо. Берите чуть-чуть мягкий. Или даже если вы взяли зеленый, положите его в шкаф. И он там поспеет. Все. Тогда классно будет. Любой авокадо будет вкусный, который поспевший. Кисюка, иди по-моему. И мой зоотик. Ох ты, мой зоотик. Ребята, видео в тикток с бананами выглядело в рекомендации. Уже собрало 300 тысяч просмотров. Я вообще не понимаю, как это работает. Причем оно как-то, видимо, на Казахстан еще вышло. Потому что мне пишут на казахском языке комментарий. Я вообще не понимаю, что там написано так интересного. Ну, куда? 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 И много подписчиков пришло. Я рада, что с рецепта. Потому что я очень люблю рецепты выкладывать. И вообще нельзя есть милюбоксинью. И надеюсь, вы не против, если я выкладываю часто рецепты. Потому что, ну, я понимаю, что мне это очень нравится. Я люблю готовить. Я люблю фотографировать. Я даже сто раз об этом говорила. И поэтому, ну, у меня это, мне кажется, хорошо получается. И этот контент продолжаю делать в большом количестве. И у меня все время мысли о том, чтобы такого интересного приготовить. Чтобы вас вдохновить или там найти что-то прикольненькое. Поэтому, надеюсь, вам тоже нравится. Все, спасибо за то, что смотрели это видео. Приходите обязательно в Инстаграм и в ТикТок, если вам интересно. Там дневники питания, кстати, в ТикТок продолжаются. И продолжаю выкладывать, что я ем дали. А Мона есть цветы. Все. Никаких сил нет. Мона! Не надо! Ох! Ну, нет слов никаких. Киса! Все, ребята. Всем пока! Пока скази! Угу.